Можно попробовать вот чего-нибудь такого? Для начала, да, нужно пробовать, а так домашний продукт, все в двух словах, делаем сами, то есть соленое, копченое. Давайте я сало попробую и вот это вот, например, сколько? Это тоже идет сало. Ага, можно немножечко? Это идет копченое. А вообще люди у вас как, охотно берут? Люди у нас берут уже восьмой год, наверное, всех этих ярмарок. Сало копченое на Ольхе. В магазинах такое практически не встретить, а на ярмарке, пожалуйста. Первая в этом году весенняя областная. Более 180 машин с уникальной, вкусной, разнообразной фермерской продукцией. Людей, желающих отовариться по выгодной цене, не с честь. Такие ярмарки всегда должны быть, потому что многие держат специальные деньги пенсионные, вот я тоже так же пенсионерка, чтобы что-то купить здесь именно свежее, хорошее, и все, чтобы людям было очень приятно, потому что ярмарки, они как-то вдохновляют. Понимая, что повышенный спрос сейчас идет активно на группу товаров высокого, скажем так, длительного срока хранения, поэтому мы сделали акцент в этой ярмарке с увеличением объема продукции на сахар, на крупы. Мы в том числе, соответственно, привезли в достаточно большом количестве овощной продукции, порядка 20 тонн, и картофель, соответственно, и морковь, и свекла. Братаевские овощи добрососедствуют с крымской душицы, и сахар тоже завезли много, охватило всем более 50 тонн с Ульяновского сахарного завода. По 70 рублей за килограмм, это даже дешевле, чем среднерыночная, на день проведения ярмарки. Переживать никому не стоит, сахар есть, хорошего качества, как мы привыкли, самый сладкий, самый вкусный с Цельнинского сахарного завода. И он будет, если мы с вами будем разумно все подходить к данному вопросу. Ну, не нужно затаривать свои кубышки с сахаром, все у нас есть, и все будет. Не сахаром единым. На ярмарке глаза разбегаются от разнообразия, представленной фермерами продукции. Ее качество, кстати, подтвердили специалисты агентства ветеринарии. Все безопасно, можно брать, что мы, пользуясь случаем, и делаем. Прилавок с молочными продуктами. Довольный постоянный клиент подтвердил, качество превосходное. Все делают вручную. Я взял, вот, если хотите. Я уже набрал себе сыра. У меня жена любит. Я вот брынзу, как обычно, себе взял. Она вообще шикарная. Также у них есть молоко А2. По словам Максима Гаврилова, председателя этого кооператива А2, вещь уникальная. Это молоко, не содержащее бета-казеин. Что такое бета-казеин? При расщеплении в организме выделяет бета-казеин 7, что вызывает неприятные ощущения в желудке. В молоке А2 отсутствует этот белок, тип белка. И поэтому оно легко усвоимое и низко аллергенное. Рядом продают диковинные соленья и корейские салаты. Цены невысокие. Например, капуста кимчи 40 рублей за 100 грамм. Беру. Тут же подоспели постоянные покупатели. Мы не один год берем у них соленья. Просто чудесные. И девочки, и продавцы продукции. Может, посоветовать что-нибудь сможете? Отличные у них арбузики. Мне штук 4 арбузиков от таких и штук 5 яблочек. На ярмарке можно выгодно купить и свежее мясо, и курицы, и говядины, и даже телятина. Мед в сотах и без них. Ульяновский трикотаж, колбасы, растительные масла собственного производства. Сами выращиваем лен, так же сами, как говорится, делаем именно холодным. Можем, чтобы все витамины сохранялись. А вас наградили, да, сегодня благодарите? Да, у меня сегодня. Это грамоту мне выдали. Ярмарка сегодня точно удалась на славу. Продукции много разные, продукции много вкусной. Она доступная. Вот, закупился себе. Но самое главное, она не последняя. Уже следующая пройдет в Ленинском районе. Я непременно там буду. Павел Патриков, Сергей Рябухин, репортер 73. Субтитры 73.